продолжаю отвечать на вопрос дорожной беседы и хотел сказать в первой части вот именно о самом важном вот получился уже даже вторая часть потому что вот эти воспоминания они думаю очень так вот важны для понимания пути христианина я так рассуждаю что и сейчас молодые люди да и не только молодые люди вообще смотрят новоначальные верующие или новопрощенные кто только лишь хочет на церковь ляться приходит только ли храм служение собрание христиан присматривается конечно к людям особенно к служителям конечно так мы устроены люди да мы за кем-то идем на кого-то смотрим не знаете вот и я смотрел на священников тогда я говорил в орле это были восьмидесятые годы вот перестройки уже и знаете к сожалению не пытался поговорить с разными священниками но и в соборе и в церкви престительской церкви там в троицком храме приходил поймать или в основном беседа священников им не интересно было боги о библии о вере поговорить о том о чем не было интересно понимать или о чем-то другом не хотелось смысл какой поговорить я могу с кем-то еще говорить другим обе священник все-таки со священнослужителем люди так устроены что хотят поговорить о вечном главном важном самом они чем-то второстепенном вот тем более тогда священника было мало очень и храмов мало было и ну барки все-таки были ну вот и субъективно я так вот как раз сделал выбор в сторону ортодоксии потому что тот священник который такой самый ультра ортодоксальный можно выразиться так вот он значит был такой искренний священник я пошел за ним он стал моим тогда духовным отцом отец ангитович и я в него исповедовался в его храме чаще всего именно в его храме служил не считая там какие-то отдельных там богослужений это праздничное в соборе троицкой церкви надо бывал в крестительской церкви тоже в крестительской церкви и так вот но это редко очень в основном там в никольском храме село лепешкин уже область вот так вот дамы и господа и понимаете ли до 96 года я не общался ни с кем из христиан других конфессий другие динаминации только с православными христианами да конечно до 91 года до того как стал священником православным я конечно знаете ли туда общался с разными людьми но так что будет когда с христианами других конфессий вот не доводилось пересекаться вот хотя мне там в армии там говорили один тому то есть верующий мне говорят вроде баптист я подошел к нему его я православный вот и крестик показывал как бы то есть то есть ни с кем я не виделся даже из неправославных христиан вот в 91 году тем более став священником я вообще не горел желанием с кем-то еще общаться и даже когда мне предложили были варианты в австралии служить тогда сейчас это странно даже как звучит я честно говоря испугался такого не православного окружения и служения в неправославной стране явно неправославной стране там отец тимофей по-моему приезжал вот и он говорил что вот мельбурн сидней там и вот где-то в тех степях там есть поселение и староверческие какие-то старобрядцы я не знаю откуда они там ну как-то видимо поселились вот то есть есть там православные какие там новых обрядов старых обрядов ну вот храмы даже у них есть какие-то но честно говоря я даже тогда и даже испугался вот это священник он настаивал как бы предлагал мне вот туда поехать и остаться там нуждя вот уже старый и больной вот и не нужно кого-то вот потом предложили другой вариант тоже 92 год по моему был уже предложили калининградской области калининградской области там приехал я славе неман и славска по моему не помню жигра на эти саму калининграде так и не время не побывал вот об этих городках побывал да в галпиус и вот потом славский неман и и славский неман там смотрел храмы бывший костел их как-то вот ну не православное все это какой-то знаете ли но не наши даже сами храм эти в костеле служить и бывшим как-то ну мне это коробило эти шпильки нет я хотел вот в обычном православном храме начать с куполом то есть ну как бы такое все исконное вот поэтому тогда будучи молодым священником я всегда делал выбор в сторону ортодоксии и я себя видел вот в селе служить где-то в деревне вот в простом храме русском православном храме то есть я вот именно себя таким видел русским православным верующим священником и потому ее служение но интересно получилось я потом пишу конечно и свою автобиографию более подробно вот но в девяносто штом году я стал общаться с христианами других конфессий пересекаться дружить потом общаться вот на бывает на собрании всяких встречах не сразу конечно но вот это же очень большую роль сыграло конечно мое субъективное такое такое мнение знаете ли и честно говоря очень-очень изгладался тогда вот по вот общению о вере о боге женой да можем говорить с кем с кем-то еще очень сложно было потому как большинство священников к сожалению тех кто окружали меня там и в Орловской и в Брянской и в Тязанской и в Московской области где я знал священников хорошо более-менее то большинство из них подавляющее большинство из них конечно люди были также невозрожденными и не спасенными и не знающими бога к сожалению живого и относящиеся чаще всего по служению как к работе какой-то обряда верию это очень печально конечно и были конечно религиозные истовые люди но особенно из монашествующих но честно говоря это как-то тоже мало душу грело со временем потому что действительно хотелось о вере о боге о живом боге а не об обрядах традициях и вот да познакомился и вот веры протестантскими тогда познакомился и подружился и стал общаться это Григорий Тельных с города Сураж Брянской области он был тогда дьяконом писательской церкви потом стал пресвитером там в этой церкви очень хороший брат и я познакомился с него ты и вот с того времени с 96 года да я в скором времени буквально через несколько месяцев вышел из русской православной церкви московского бариархата вышел по идейным соображениям объяснил попытался объяснить и благочинному и у него было полное непонимание ты дурак просто люди рвутся на твое место на приход на этот а ты чем будешь заниматься вообще я говорю я еще не знаю не решил может вернусь к искусству живописи я же художник по своей специальности дозерковной ну походишь там два-три месяца где-то все равно что вернешься он даже не представлял что можно уйти как бы если бы действительно зарабатывание денег было бы моим стимулом что ли в жизни главным как бы и вообще целью то конечно я бы остался в РПЦ и МП и никуда бы не ссувался потому что это кормушка пониматели там священники аж хрюкали после этого корыта значит и как бы толкались то есть там даже те кто понимали как бы вот Москве общался с разными священниками даже приезжал в Москву и общался с разными священниками были понимающие один из них уже ушел в вечность да не один уже из них один из них да отец Георгий Чистяков уже ушел в вечность он понимал гораздо больше мы его понимал и знал и понимал что это система религиозно прогнившая насквозь но вот так что мы ничего не сделаем вот наподобие того что Карабатова могилы исправит как бы и все вот хотя он верил в эволюционную реформацию что примерно так он рассуждал как-то на мой взгляд глупо хотя умный человек грамотный образовался к образовому он говорил что вот там лет через 500 там церковь православная постепенно на эволюционирует как бы и будет такой евангельской такой церкви а что мне с того что через 500 лет она эволюционирует люди будут спасаться и видеть что сейчас люди вот погибают моё поколение погибает и идет в ад и не зная бога не зная христа и знаете ли что священники спиваются просто погибают грехах и не знают бога ну как бы что мне с того что греть себя мыслью что через там какие-то столетия все изменится и ничего не делать сейчас или делать самый мизер из возможных но ставите вот епископу тогдашнему брянскому тоже мельхиседеку тоже все рассказал он мне только сказал там в ходе разговора прервал мне там два или три раза говорил а тебе это надо и все жалко его мне было очень очень жалко хороший человек был но спившийся алкоголик и жалко очень жалко искренний во многом человек но запутавшийся заблудившийся мамона пьянка гулянка все это губит души много много хороших искренних душ и потом ездил в москву даже даже разговорил разговаривал там несколько раз в том числе из моей супруга приезжал с матушкой приезжал значит к архиопископу сергию слоншногорскому тогда управляющему делами московского приархата всего но и я понимал чем больше ездил туда москву тем больше понимал что рыб это гнется за головой собственно не с хвоста что это не только проблема там рязанской брянской орловской каких-то храмах и это приходов нет проблема такая глобальная и в общем-то я не ничего не оставался только вы просто уйти и я не хлопал дверь его она сама за громко захлопнула за мной меня обвинили в елисе бесятнической уже после моего выхода уже из рпц когда я не относился к русской православной церкви московского приархата и не было священником этой юрисдикции но в догонку меня назвали перри теком 50 никому почему-то тогда я не знаю вот вот такая история вот и с того времени как стал общаться с разными христианами другими я все чаще и чаще стал хорошо именно обращать внимание на самый главный вопрос и вот самый важный вопрос люди читают библию многие и особенно протестанты слава богу за этот огромный козырь действительно многие писательники баптиисты админтиисты вот я общаюсь методисты там разные разные конфессии разные динаминации и читают библию божье слово я знаю такую вещь что самое главное это любовь самое главное самое важное и чтобы божье слово открывалось надо любить бога и любить окружающих любить человека потому что в этом все собственно иисусы когда спросили что самое важное в законе что самое важное вообще во всей библии получается самое важное в жизни что возлюби господа бога для во всем сердце всей душой и крепостью ближнего как самого себя то есть вот вот эти вот две заповеди на которых все строить собственно я стал понимать со временем все больше и больше сейчас это понимаю очень отчетливо и вижу очень отчетливо что божье слово тайна божьего слова действительно и тайна истинная открывается только лишь любящему сердцу лишь когда мы любим бога нашего отца создателя нашего искра любим его и когда любим окружающий мир все сущее когда любим ближних наших самых близких нам людей и окружающих нас людей то действительно открывается нам тайна библии тайны слова божьего и еще самое важное как проповедник как миссионер имею вот уже такой многолетний опыт определенной служение миссионерского служения евангельского служения православного служения реформаторского обновленческого я понял что и понимает отчетливее все больше и больше что моральное такое право что проще говоря проповедовать слово божье надо тем кого ты любишь действительно и за кого-то готов отдать свою жизнь если ты готов отдать свою жизнь этих людей то говори им слово божье если ты не готов то лучше помолчи лучше учись этой любви проси у бога до любви и делай добрые дела им благотвори евангелие как говорят добрых дел что тоже это добро все понимают даже животные понимают и особенно миссионеры для миссионера это вообще-то самое первое на этом миссионерство стоит христианское готовность отдать свою жизнь за других вот тогда говори слово божье если не готов то лучше не говори вот и пусть бог благостает всех нас во имя господа иисуса христа дорожной беседы 5 февраля 2017 года воскресенье шалом